Давайте помолимся и будем слушать слово. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы возвеличиваем Тебя, мы благоставляем сегодня Твое имя и превозносим Тебя, драгоценный. Спасибо Тебе, Боже, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты не оставляешь никогда, не покидаешь нас. Ты всегда рядом. Ты всегда рядом. Господь, молимся Тебе сегодня, чтобы во время этого служения, Боже, Ты говорил в наши сердца. Ты говорил сегодня, Господь, в жизнь, в сердце, в разум каждого из нас. Боже, говори сегодня Твои слова, слова Твоей мудрости, слова Твоей истины, слова Твоей любви. Благодарим Тебя, слава Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь. Кто из вас согласится, что мы живем в интересное время? Согласитесь. Друзья, это уникальное время. Поверьте, не каждое поколение сталкивается с таким временем. Мы вообще живем в таком времени и в таком мире, в котором каждые пять минут, наверное, происходят сюрпризы. Кто вчера смотрел на курс доллара? Позавчера, точнее. Такой, оп, и сюрприз, правда? Мы вообще живем во время, друзья, когда ты не успеваешь подготовиться к каким-то вещам. То есть ты вроде бы так подготовился, и тут бах, все поменялось. Ты вроде как, оп, решил, и бах, все вообще меняется. Некоторые люди сказали, слава Богу, я купил себе дизель. А сейчас говорят, зачем я его купил? Кто-то говорит, аллилуйя, слава Богу, за газ. А сейчас кто-то думает, лучше бы я электросамокат себе купил, да? Я уверен, друзья, мы живем в мире, в котором есть сюрпризы. Но сейчас к этим сюрпризам добавляются еще и вещи, которые мы вообще не знаем, как с ними справляться. Сирена, воздушные тревоги. Ну, мы знаем, что надо делать, но мы не готовы к этому. Цены на бензин, ну, цены на топливо. Кто был к этому готов? А кто готов, друзья, к тому, как сегодня безработица? Мы не готовы к этому. Вы понимаете, что мы живем в мире, в котором, в принципе, мы вообще ни к чему на самом-то деле. Вроде ты уже думаешь, я уже прожил 46 лет, я уже ко многому готов. Но к некоторым вещам я тоже не готов. И, знаете, мы живем в этом мире полным сюрпризов. И когда мы живем, я уверен, у каждого человека был, есть, а может быть будет, если еще не было, будет момент, когда, знаете, вот так, вы сожмете зубы с сжатыми зубами, а внутри будете кричать, Господи, я больше не могу. У кого-то было такое когда-нибудь? Господи, я больше не могу. Все, хватит, потолок. Я не выдерживаю. И вот, знаете, я сегодня как раз хочу проповедовать именно об этой теме. Как-то Бог положил мне ее на сердце. Что делать, когда, Господи, я больше не могу? Вот, когда я больше не могу, что мне делать? Как быть вообще? И зачем? Почему так происходит? Вообще, что с этим делать? И почему Бог так не любит меня? Или почему Бог такой несправедливый? Я знаю, кто-то сегодня сказал, не, мы с этим справимся. Друзья, мы со многим можем с вами справиться. Но у каждого абсолютно, у каждого будет такой момент, когда мы просто скажем, я больше не могу. Точка. Просто точка. Я хочу прочитать вам одно место из Писания. Это место из Писания, если бы был экран, конечно, мне бы хотелось, ну, сегодня у нас, видите, есть проблема. Небольшая с электричеством пока. Вот. Я пока еще могу с ней справляться, но скоро скажу, Господи, я уже не могу. Потому что мне очень хочется, чтобы электричество было. Так вот, прочитаем вам в современном переводе. Можете записать себе первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Первое послание Коринфянам. Кто знает, в каком завете это находится? В новом или в ветхом? Так. Я слышу правильный ответ. Это в Библии. Где-то между первой и последней страницей. Ну, слава Богу, вы почти правы. Итак, давайте я прочту вам, как это звучит в современном переводе. Интересно. Все испытания, с которыми вам до сих пор приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил. И Он вверен своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход так, чтобы вы могли его перенести. Я понимаю, что для большинства из вас сегодня, а сейчас, это просто слова пока. Ну, знаете, слова, которые такие вот правильные, там, логичные звучат. Но я честно скажу вам, я молился, и сейчас во время проповеди, вот сейчас внутри, в сердце, я молюсь, чтобы Бог привел каждому из нас однажды в момент такой жизни, когда мы с вами абсолютно поймем, не просто поймем эти слова, а эти слова вдруг станут нашим ориентиром для жизни. Вы знаете, мне очень печально в жизни, есть одна вещь, признаюсь вам, вот такое вот, у меня очень печально, есть одна вещь. Когда я вижу людей, об этом сказано в книге «Притч», по-моему, если я не ошибаюсь, поправьте меня, написано, что иногда рабы ездят на конях, а князья ходят пешком. По-моему, это книга «Притч». Печально, печально, Соломон говорит, видеть, когда рабы ездят на конях, а князья, которые должны ездить на конях, ходят пешком. И знаете, я увидел о том, что есть много в жизни детей Божьих, христиан, которые, читая Библию, мы остаемся без плода. То есть у нас ориентирами являются какие-то такие земные ориентиры, которые мы не понимаем. Ну, давайте я приведу один из примеров. Кто из вас знает это место из Писания? Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Кто знает это место Писания наизусть? А кто из вас говорил, Господи, я больше не могу? Или кто из вас говорил, я не могу это сделать? Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы знаете это место Писания, но оно не стало вашим ориентиром. Я не знаю, как у вас, у меня, возможно, возможно, повторюсь, возможно, в этом виновата мое военное прошлое, но я так привык, когда о чем-то говорится, и ты как бы это принимаешь, то раз ты это принял, значит, надо это делать. Понимаете, да? Ну, раз ты сказал «да», назвался груздем, полезай в кузов. То есть ты как бы сказал «да», значит, теперь давай делай. И я, когда начал читать Библию, когда обнаружил эти места из Писания, например, радуйтесь, и еще говорю вам, радуйтесь. То есть я воспринимаю это место из Писания так. Когда в моей жизни происходит вообще полное, полный крах, вообще все, все уже остановилось, что нужно делать в этот момент? Радоваться. Кто из вас знает правильный ответ? А кто из вас знает, что вы так не живете? Вот, это означает, что ориентир, вы понимаете, слово должно стать ориентиром, поэтому я молюсь, чтобы это слово, однажды вы его прочитали, и оно действительно стало для вас ориентиром, чтобы вы взяли это слово и, знаете, вот на него ориентировались. Кто знает, что нужно сделать, когда ты заблудился в лиственном таком или густом лесу? Кто знает, что надо сделать, чтобы не потеряться? Вы ориентир на идти, да? Вы лазите на самое высокое дерево, смотрите, находите какой-то ориентир, который видно сквозь чащу, или сквозь вот эти ветки, и идете на этот ориентир. Очень важно иметь в жизни ориентиры. Точно так же вот это слово, это место из Писания, пусть оно для вас станет таким жизненным ориентиром. Давайте я еще раз его прочту, еще раз я его прочту, только вдумчиво, и вы молитесь, размышляйте буквально над каждым словом здесь. все испытания, с которыми вам до сих пор приходилось сталкиваться. Кто сталкивался с испытаниями до этих пор? Все, правда? Все ваши испытания, даже те испытания, которые вы говорите, их невозможно было бы пройти, или может быть сегодня вы столкнулись с каким-то испытанием, может быть сегодня война, может быть сегодня потеря чего-то, вот эта вся ситуация, в которую мы с вами попали, вы говорите, это невозможно, я не понимаю, как решить, слушайте, что говорит об этом Бог? Все испытания, с которыми вам до сих пор приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. И даже то испытание, из-за которого вы не спали ночами, даже то испытание, из-за которого у вас появилось много седых волос, даже то испытание, из-за которого, я не знаю, у вас все в жизни было потеряно, послушайте, Бог говорит, Бог в своей мудрости, в своей любви, кто верит, что Бог абсолютно любящий? Я верю в это. Он говорит, абсолютно любящий Бог, абсолютно сопереживающий и понимающий Бог, он говорит, все эти испытания были ничем иным. Смотрите, как Бог мудро использует, говорит, как обычными. Разве это не обидно? Оказывается, ваше сверхиспытание, которое вы проходили, или сейчас, может быть, проходите, знаете, как Бог называет? Обычное. Ваше сверхиспытание, в котором вы бросали все, в котором вы перестали делать все, в котором вы сказали, мне ни до чего теперь нет дела, Бог говорит, это всего лишь какое испытание? Обычное. Человеческое испытание. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверхсил. тогда почему иногда мы опускаем руки, когда проходим сложные периоды? Если Бог сказал, что не будет испытания сверх твоих сил, почему мы опускаем руки, кто скажет? Мы не хотим прилагать эти силы. И смотрите, как интересно. Мы не хотим прилагать силы, но мы говорим, Господи, за что ты так со мной? Почему ты это допустил? Господи, где же твоя любовь? Где же твоя справедливость? Нам проще обвинить Бога. Но смотрите, здесь еще раз повторюсь написано, Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверхсил. И Он верен Своим обещаниям. Он верен. Это означает, Он никогда не сделает так, что это не исполнится. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход. Так, чтобы вы могли его перенести. Еще раз повторюсь, я молюсь, чтобы это стало однажды вашим жизненным ориентиром. Как вы думаете, если церковь, вот наша церковь, к примеру, каждый человек поймет это место из Писания. Как вы думаете, что будет с этой церковью? Она будет когда-нибудь ныть и говорить, эээ, все плохо, шеф, все пропало. Нет. Что будет еще с этой церковью? Я вижу, что эта церковь, она будет усиливаться. Я вижу, что в этой церкви будут подниматься новые сильные люди. Я вижу, что в этой церкви будут подниматься люди, которых еще до этого времени не было. Почему? Потому что испытания к чему-то приводят. Мы сейчас будем с вами об этом говорить. И знаете, я хочу сказать, почему в нашей жизни мы жалуемся зачастую на то, что жизнь была с нами несправедлива? Потому что, когда мы проходили испытания, мы не знали этого ориентира. Мы не проходили это испытание. А знаете, что мы делали? Мы поворачивались назад в этом испытании и убегали от него. И мы убегаем от него. Мы убегаем от этих испытаний. Кто заметил, что некоторые люди убегают от войны? Убегаем? Мы находим для себя какие-то объяснения, но мы убегаем от нее. Мы не хотим. Мы не хотим этих испытаний. Итак, друзья, как Бог совершает это в нашей жизни? То есть, как этот стих, что означает, чтобы он был ориентиром? На что нужно обратить внимание? Что необходимо понять? Я хочу дать вам сегодня четыре простых вещи, которые мы должны с вами понимать, чтобы этот стих стал для нас ориентиром. То есть, что есть такого в этом стихе? Вообще, запомните, никогда не читайте Библию, если вы не вдумываетесь в то, что вы читаете. Вдумываться, молитвенно вдумываться, разбирать, погружать себя туда, одевать этот стих на себя, одевать обстоятельства этого стиха на себя. Только так, друзья, можно что-то сделать. Можно что-то измениться в жизни. Библия говорит, вникай в учение и в себя. Зачастую мы вникаем в учение. Иногда, знаете, мне бывает как пастору, мне приятно, признаюсь честно, мне приятно слышать, когда приходит человек и говорит, вы знаете, вы там говорили, а я немножечко здесь не согласен. Мне приятно. Признаюсь, почему? Потому что меня радует, что этот человек хотя бы меня слушал. Если он говорит, что я что-то не так сказал, то хотя бы он меня слушал. Хотя, конечно, было бы более приятно, чтобы он понял, в чем он не прав. Ну ладно, хотя бы раз я не прав, то уже лучше, значит, хотя бы слушал. Если бы он слушал внимательно и вникал в это учение, он бы отдел его на кого? На себя и понял бы. Окей. Итак, первое, друзья. Первое. Смотрите, обратите внимание, что в этом стихе, первое послание Коринфянам, в этом стихе есть одно очень интересное условие. Он говорит, вы проходите через испытания, вас постигло испытание и так далее, и так далее. Но, кто скажет мне, какой самый важный секрет, чтобы пройти любое испытание? С кем мы должны проходить это испытание? В единстве с Богом. Вы понимаете, что невозможно пройти испытание самому. Просто вы не можете их проходить. Вот вы не можете их повторить. Я задам вопрос товарищу тренеру. Товарищ тренер, скажи мне, какая основная задача тренера, которая у него есть у профессионального спортсмена? Профессиональный спортсмен не знает, что ему надо делать, как размяться, как провести тренировку? Знает. А для чего тогда нужен тренер? А ну-ка. И заставить его делать то, что он может делать и сам. Правда? В этом задача тренера. Так вот, слушайте, когда мы в единстве с Богом, друзья, в этот момент, когда мы проходим испытание, что Бог помогает нам увидеть? Ты только что говорил. Тонкости, подправить какие-то моменты. Послушайте, в единстве с Богом у тебя есть шанс пройти испытание. Без Бога у тебя этих шансов? Нет. У тебя их просто нет. Ты не можешь пройти. Что делает тренер? Когда тренер тренирует профессионального спортсмена, он не только смотрит за спортсменом, он смотрит за другими спортсменами, он находит их сильные стороны, слабые стороны. Слабые стороны они тренируют, чтобы побеждать. Сильные стороны он развивает еще больше. Правда? Это целый процесс, друзья. Поэтому, когда мы проходим испытания, их нельзя проходить без Бога. Вот почему, когда, кто из вас замечал, или у кого, может быть, такое было, кто-то верующий попадает в сложность какую-то, и он пропадает из церкви. Как дела? Все, я не могу, мне сейчас сложно, ты знаешь как. И все, он перестает молиться, он перестает читать Библию, потому что ему кажется в этот момент, слушайте, что Бог с ним несправедлив, что Бог заставляет его проходить слишком сложные испытания. Вот здесь первое искушение и первая ошибка, которую допускают люди. Нельзя, любое испытание в своей жизни, его нельзя проходить вне Бога. Его можно проходить только в единстве с Богом. Что это означает? Это самое важное условие, друзья, на котором необходимо сосредоточиться, когда ты проходишь испытания. Для кого сегодня война и вот эти обстоятельства, околовоенные, для кого сегодня это испытание? Для меня это испытание. Я не знаю, как для вас. Конечно, вы сегодня на позитиве. Не, а у меня все хорошо. Все хорошо, когда ваша жена не напоминает вам о деньгах. Пока она не напоминает вам о деньгах. Правда? Все хорошо. Все хорошо, пока ваш сын не приходит к вам и не говорит, мама, папа, нам в школе сказали, нужно принести по 5000 гривен на шторы. И у вас коллапс. И вы понимаете, что что-то не так идет. Вот понимаете, да? Поэтому невозможно, друзья, пройти любые испытания, если ты пытаешься их пройти вне Бога. То есть буквально нельзя поставить испытания выше Бога. Как Бог сказал там, кто помнит внимательно, вас постигло испытание не иное, как обычное человеческое испытание. А теперь скажите мне, почему, когда нас постигают обычные человеческие испытания, в этот момент мы Бога опускаем ниже испытаний? О чем это говорит? Мы не доверяем Ему. Он не означает для нас на самом деле ничего, вы понимаете? Именно поэтому раз за разом дети Божьи страчивают на испытания. Раз за разом мы опускаем руки, раз за разом мы проигрываем. И мы говорим потом, наверное, не Божья воля, наверное, Бог не помог. Почему Бог не помог? Кто сказал, что Он не помог? Просто ты проходил это испытание без Него. Помните, филиппийцам 4.13 Я все могу, но не забывайте об этих словах. Только если я в укрепляющем меня Иисусе Христе. А если я прохожу сам, то как бы это твои проблемы. Чему учит нас этот стих? Еще раз, первый урок. Проходи любые испытания в единстве с Богом. Друзья, на этом нужно сегодня сосредоточиться. Необходимо сегодня сосредоточиться. Как ни странно, но во время войны или во время любых сложностей происходит много сопутствующих проблем, которые отвлекают нас от самого важного. От чего? От единства с Богом. Вот почему нельзя, проходя любые обстоятельства, ни в коем случае отступить назад, сдаться. У многих людей, еще раз повторяю, я не могу молиться нормально. Я понимаю. Есть хорошая пословица такая. Если ты, ну, беги в направлении цели. Не можешь бежать? Иди. Не можешь идти? Ползи. Не можешь ползти? Ляжь и умри. Но в направлении цели. Ляжь и умри в направлении Бога. Вы знаете, я помню, когда я проходил мои испытания, мой кризис веры, знаете, я не мог молиться. Что я делал? Я открывал Библию, садился и говорил Богу. Я садился, читал одну главу вслух. Я говорю, Господи, ничего, я честный с ним, я говорю, ничего из того, что я сейчас прочел. Я не понимаю, но я с тобой разговариваю. Я не знаю, о чем мне молиться и как молиться, но я говорю с тобой. Ты, пожалуйста, говори со мной. И знаете, не прошло и полтора года, как Бог заговорил. И когда Он заговорил, я сел, Господи, спасибо Тебе. А никто же не говорил, что испытания решаются вот так. Это же мы со своим харизматическим... У нас же все должно быть... Все. Решен вопрос. Мы же так и бизнес делаем, правда? Мы так и детей воспитываем. Пришли, дали как ремнем. Все, теперь будет как шелковый. Ага. Вы заметили, как мы хотим? Мы хотим все вот так. А некоторые моменты мы проходим годами, но Бог, друзья, проводит нас первое, потому что Он хочет нас соединить с собой. Это первое. Второй момент, который я вижу в этом стихе. Обратите внимание, здесь в этом стихе написано, Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен своим обещаниям. То есть, смотрите, у нас должно быть основание в сердце, которое говорит мне, которое говорит моей жизни, которое говорит окружающим людям о том, что я убежден, что Бог верен. Кто из вас когда-то притыкался на Боге? Бывало такое у кого-то? Вы приткнулись на Боге. Притыкались? Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы посчитали, что Бог обманщик, что Он не верен своим обещаниям. Бог верен даже тогда, когда мы не получаем то, о чем мы просим. Кто читал, или назовите мне, в каком месте из Писания написано, все, что вы попросите из того, что вам надо, Бог обязуется вам дать. Приведите мне такое место из Писания, в котором написано, все, что вы попросите из того, что вы хотите, Бог обязательно вам даст. Согласен. Нет, там написано, если мы просим, все, что мы просим, согласно Его воле, Он даст, да. Но нигде не написано согласно нашей воле. И мы притыкаемся на чем? Когда мы говорим, Господи, но, как бы мне это очень надо было, а ты же не дал мне этого, поэтому я притыкаюсь. Послушайте, Бог верен чьим обещаниям? Своим. И Он никогда, друзья, послушайте, потому что иногда у некоторых людей может сложиться, что прохождение смертного или околосмертного испытания, это некое такое, знаете, Господь, я понимаю, что сейчас у тебя там, наверное, не очень в порядке, но я пройду, ничего. Как бы ты держись. Все будет хорошо, ты держись. Я пройду сам. Нет, Он верен своим обещаниям. Он никогда, друзья, то есть это означает, что Бог, невзирая ни на что, Он останется всегда верным. Он никогда не оставит, Он никогда не покинет тебя. И даже если ты проходишь долиной смертной тени, то Он будет рядом с тобой. Он проходит все это рядом с тобой. Вот в чем Его верность. Бог никогда не отворачивается. Кто из вас слышал эту притчу, да, о следах на песке? Вот я вам покажу сейчас пример. Кто не знает, я напомню. Притча. Однажды человек, идя по песку, оглянулся назад, и он увидел, что там две пары следов идет. Как бы он и Бог. И потом он вдруг оглянулся, посмотрел дальше, и увидел, что в самые сложные периоды его жизни было не две цепочки следов, две пары следов, а одна пара следов. И он к Богу обращается, Господи, почему в самые сложные моменты ты оставлял меня, и ты бросал меня? Вот, мы так мыслим, это мы так мыслим, люди. И знаете, что Бог ответил человеку? Говорит, в самые сложные моменты я брал тебя на руки и нес на руках. Потому что он пообещал, что он нас не оставит и не покинет. Он же обещал. Он и не бросает. Но это не означает, мы иногда думаем, что верность Бога заключается в том, что он обведет меня вокруг этого. Умный в гору не пойдет, умный в гору. И мы все говорим, Господи, ну, понимаю, согласен, ступил, я обойду, я тебе помогу. Бог хочет тебя иногда провести через эту гору. Ему нужно провести тебя через эту гору. Он вообще-то запланировал тебя провести через эту гору. Вы никогда не задавали себе вопрос, почему между благословенным Египтом, в котором был лук, чеснок, дыни, огурцы, мед, все было там, рыба. Почему между благословенным Египтом и обетованной землей находилась пустыня, в которой они бродили 40 лет? Зачем? Кто понимает, что их Бог туда вел? Вы же считаете, что они шли за огненным столпом ночью и за пыльным столпом днем. Правда же? Бог их вел через эту пустыню. Он их вел. Зачем Он их вел туда? У Бога есть какой-то план. Он не оставляет людей, но Он проходит вместе с тобой. Третий урок, который я вижу в этом стихе для себя. Обратите внимание, как здесь классно написано. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход. Он дает выход. Третий урок, который я для себя вижу, друзья, это выход, который от Бога. Кто из вас скажет мне, ну, если есть искренние люди, есть честные искренние люди, кто из вас скажет, что мы чаще всего делаем, как дети Божьи, что люди, как дети Божьи, чаще всего делают, когда попадают в сложные ситуации, испытания, сложности, трудности. Что мы делаем? Мы пытаемся найти запасные мосты, порешать, порешать вопросы. Договориться, помочь Богу. Что здесь Библия говорит? Что Бог даст и выход из этой ситуации. Он даст выход из этой ситуации. Что это означает? Это означает, друзья, о том, что среди множества обстоятельств и голосов нам стоит сосредоточиться не на самих голосах, не на вариантах, не на выходах, не на решениях, а стоит сосредоточиться на нем и на его воле. Понимаете, друзья, что происходит? Бог оттачивает нас. Каждый раз, когда Бог оттачивает нас, как карандаш, Он срезает определенные тупые вещи, Он срезает неправильные вещи, Он срезает то, что мешает. Знаете, когда карандаш точили кто-нибудь, мы срезаем дерево, чтобы сердцевина, грифель, он остался, ну, им можно было рисовать. Точно так же и Бог. Когда Он проводит нас через определенные испытания, Его выход или целью, смыслом Его выхода является то, чтобы снять с нашей жизни лишнее. Но мы пытаемся найти выход, знаете, для чего? Слушайте внимательно. Чтобы решить проблему, не оставляя при этом то, что нам кажется не лишним. Понимаете? В этом смысл. Почему мы пытаемся все решать? Мы же такие решалы. Вы знаете, что мы решалы? Мы решалы по жизни. Сразу какая-то ситуация, так, кто отмажет? Как порешать вопрос? Мы пытаемся порешать вопросы. Их не надо порешать. Нужно понять, Господь, что Ты хочешь в этой ситуации? Как Ты хочешь меня провести? Где Ты хочешь меня? Какой у тебя есть это? Какой твой выход вообще? Какой? Ох, спасибо. Да. Какой твой выход в этой ситуации? Понимаете? Мы должны постараться найти его выход. И четвертая вещь, которая важна, друзья, я хочу обратить ваше внимание тоже на эту вещь. Смотрите, когда вас постигает испытание, он дает вам и выход так, чтобы вы смогли его перенести. И вот знаете, вот это слово перенести, если вы действительно, возьмите, задумайтесь, просто напишите себе это слово на бумажке, что означает слово перенести? Перенести. Знаете, есть такое соревнование стронгмен, кто-то слышал стронгмен. Знаете, когда богатырит Василий Ростюк, видели, слышали такого? И вот у них есть такое соревнование, называется, по-моему, я не ошибаюсь, но легенери, весы, аквабды, я не буду брать. И там такая штука, в общем, они бьют вот такие вот тяжелые штуки, там они 100, чем-то килограмм веса, две такие, как чемоданы, два чемодана, вот так бьют, и они несут. И вот они несут, туда 25 метров и обратно 25 метров разворачиваются. И смысл соревнования, слушайте, две вещи, первое, кто быстрее пронесет всю дистанцию, а второй смысл внимания, кто пронесет всю дистанцию. Потому что негде несут, 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 и прямо видно, что у него руки обрываются, он несет, и в какое-то медвине он просто бросает, он не может. Так вот, послушайте, когда бог проводит нас через наши испытания, которые ему нужны, по какой-то понятной ему причине, еще раз, кто верит, что бог любит? Я верю, что он мне любит. Он горит своим обещаниям, если я сказал, что он есть любовь, то он есть любовь. Поэтому, если проводит он меня через испытания, скажите мне, в этих испытаниях он меня любит или нет? Конечно же, он любит. Но часто мы несем, и мы говорим, господи, все, я больше... Помните тему проповеди, что делать, когда господи больше не могу? У кого такое было? Вы что-то несете, и у вас уже все, развиваются пальцы, уже вы чувствуете? Бывало такое у кого-то? И мы что делаем обычно? Старин, я не могу. А у кого потом был такой момент? Я же мог еще. У кого-то бывает такой червячок? У меня всегда, когда, знаете, когда я несу что-то, я чувствую, уже пальцы разгибаются, я не знаю, как-то так, у меня почему-то есть такое. Я всегда несу, и думаю, стоп, я же могу сейчас опустить, разжать пальцы, и пусти. Но я же могу и не разжать пальцы. Я всегда говорю, господи, да я попробую еще дойти. Так я еще попробую пройти еще шаг. Кто из вас когда-нибудь нырял под водой? Ныряли под водой на задержку дыхания? Ныряли. Вы знаете, что происходит? Когда вы нырнули, какое-то время нормально, терпимо, а потом наступает очень интересный момент. Вы начинаете чувствовать, как у вас здесь сдавкивает горло, а потом у вас начинает очень сильно гореть вот здесь. Кто чувствовал это? У вас начинает печать. В этот момент мы хотим бросить все, и мы всплываем. Но если в этот момент вы попробуете просто сказать себе попробуй даже посчитать до 30, вы удивитесь, но вы выдержите эти 30 секунд. Кто-нибудь пробовал как-то так делать? Попробуйте. Вы не убираете. Вы удивитесь, насколько ваш организм способен выживать. Но чаще всего, друзья, мы не способны переносить. То есть мы не проходим. Мы при первой же удаче, при первой же сложности мы чаще всего что делаем? Я выживаю. Все, я больше не могу. Но кто из вас еще раз, помните, я сказал, что все поставят вашим ориентиром. Кто из вас еще раз читаем из описания? Он дает вам выход так, чтобы вы смогли его перенести. Мы можем с вами это перенести? Мы можем это перенести? Мы можем с вами это пройти? Вы можете это пройти, даже если это кажется самым сложным. Даже если кажется, что все, невозможно. Мы никогда не задумываем, почему человек пытается решить себя жизнь. он говорит, я больше не могу. И я не хочу это переносить. Кто-то скажет, ну если бы кто-то был рядом, кто-то поможет, кто помнит, первый урок из этого стиха какой? Будет в единстве с Богом. Проходя, проходи в единстве с Богом. Когда ты проходишь один, тебе нужен кто-то, кто тебя поддержит. Но когда ты проходишь в единстве с Богом, ты можешь это все перенести. У тебя есть шанс, ты не одинок, ты не прошлый, ты не один на один. Ты с Ним, ты рядом с тобой. И знаете, друзья, давайте еще раз прочитать это место в Писании. Все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, были ничем иным, как обычные человеческие испытания. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверхсил. И Он верил своим обещаниям. Когда вас достигает испытание, Он дает вам и выход так, чтобы вы могли его перенести. для чего Бог действует именно так? На то есть несколько причин, которыми я хочу поделиться. Почему Бог делает? Точнее, чего Он добивается? Что Он хочет получить? Почему? Почему для Него это так важно, чтобы мы проходили испытания? Неужели, Господи? Потому что я знаю, есть такая теория, есть даже такая теология о том, что с Богом все должно быть хорошо и позитивно. Тогда вам нужно это место из Писания вычеркнуть из Библии. Наверное, вам нужно взять черный маркер. Вообще, я думаю, что последующие дни или последующие годы мы будем видеть очень часто, как люди некоторые берут черный маркер и вычеркивают какие-то места из Писания. Евреям там, кого люблю, того и... Кого люблю, того и бью. В смысле? Вообще, это место из Писания, оно как-то не укладывается. Не тот перевод, да, в контексте надо смотреть. Так вот, друзья, для чего Бог действует именно так? Псалом 83, 7 и 8 стихи. Хочу прочесть вам два стиха. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники и дождь, покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу. Являются перед Богом на Сионе. Если вы когда-нибудь, когда-нибудь, Бог даст вам откровение по этим двум стихам, вы вообще перестанете плакать, ныть и переживать о чем-то. Я... Смотрите, проходя долиной плача, открывают в ней источники и дождь покрывает ее благословением. Кто мне скажет? Благослови... Кто является автором благословений? Господь. Бог покрывает долину благословениями, когда мы проходим через долину смеха. Что-то не то. Долиной плача. Итак, друзья, хочу вам сказать, когда ты уже не можешь, когда у тебя уже нет сил, ты дошел до того благословенного момента, когда Бог хочет тебя, чтобы ты научился полагаться не на свои силы, но на его. Но он не хочет, чтобы ты остановился. Еще раз. Когда ты дошел до момента, когда ты говоришь, Господи, я больше не могу, ты пришел в самое прекрасное состояние, когда Бог тебя подвел к тому, что ты понимаешь, что ты сам уже не можешь. И тебе нужен он. Что твоих сил недостаточно. Теперь должны включиться чьи силы? Его. Ну-ка, Господи. Обычно люди думают, смотрите, как думают обычные люди? Они думают обычно так. Можно пастор Иван? На секунду. Вот пример. Пастор Иван крепкий, да, такой мощный. И вот представьте себе, что я несу какую-то вещь, я несу какую-то вещь. Вот ваза. Как вы думаете, легкая она или нет? Легкая. Как думаете, сколько вы можете вот так продержать на вытянутой руке такую вазу? Она же легкая. А теперь представьте, что вы держите ее, держите, держите, и вот смотрите, сильный Бог, а это я. Я справляюсь с проблемой и приходит момент, вы знаете, что очень скоро придет момент, когда даже эта легкая ваза станет чем-то тяжелым, невыносимым. И я скажу, я больше не могу. Как мы мыслим? Как мыслит большинство людей? Смотрите, это неправильное мышление. Они думают, что в этот момент Бог, Бог должен подойти, не-не-не, и забрать у меня эту вазу, чтобы он ее держал, а я успокоился. И дальше шел. Мы так мыслим. Когда мы говорим, Господи, избавь меня от этого, что мы подразумеваем? Скажите. Что забери у меня это. Я не хочу этого больше. То есть, я больше не могу. Когда мы говорим, я больше не могу, мы говорим, Господи, забери. Что думает, подразумевает Бог? Смотрите, проходя долиной плача, кто открывает в ней источники? Нет, там написано они. Вы не читаете Библию. Они открывают в ней источники. Так вот, когда я больше не могу, Господи, я больше не могу, в этот момент я должен сказать, Господи, я понимаю, что я сам с этой задачей справиться не могу. Мне нужна твоя помощь и поддержка. И вот, что делает Бог. послушайте, он не забирает у меня проблему, он не забирает испытания, он помогает мне пройти и не всегда поддерживает. Иногда он просто скажет, верь в себя, у тебя все получится, ты сможешь. Как-то символично. Тоня, верь в себя, ты сможешь. Вы понимаете, то есть, не всегда он заберет, он просто скажет, нет, ты сможешь еще. Товарищ тренер, говорите иногда такие слова своим спортсменам. Ты сможешь еще, верь, все равно получится, не сдавайся. Говорите. Или ты забираешь, говорит, давай я за тебя доскачу на скакалочке. Тогда он чемпионом не станет, правда же? Бог точно так же, друзья, он верит в каждого из нас и он хочет, чтобы мы с вами не на скакалочке за нас он доскакал, а чтобы мы дошли. Потому что, еще раз говорю, проходя долиной плача, кто открывает в ней источники? Они. И дождь тогда, который дает Бог, покрывает ее благословением. Друзья, Бог хочет, чтобы мы с вами прошли через эти испытания. Не потерялись с них, не сдались, не опустились, не сказали, я вообще не могу. Он хочет, чтобы мы нуждались в нем, искали, спасибо. Поэтому, друзья, быстро четыре вещи, почему Бог это допускает. Первое, Бог во время, когда мы проходим испытания, Бог сокрушает наше сердце. В чем он сокрушает наше сердце? Он сокрушает нас, прежде всего, от уверенности в себе самих. Мы же слишком уверенные. Вы знаете, друзья, знаете, кто самые уверенные в себе люди? Фрезеровщики. Кто знает, что делает фрезеровщик? Гениальный ответ. Это тот, который вот это, знаете, там фрезер, ну пила, станок, жжих отрезает. Кто знает, почему это самые самоуверенные люди? Кто мне скажет? Вы когда с ними здороваетесь, у них пары пальцев всегда нет. Потому что они пренебрегали техникой безопасности. И для того, чтобы, если вы спросите у фрезеровщика, нужно ли одевать очки? Он скажет, одевай. Нужно ли опускать защитный экран? Он скажет, опускай. Можно ли руками? Он говорит, не можно. Он заплатил за это парой пальцев. И он точно знает, что нельзя. Поэтому, друзья, первое, что Бог делает, когда мы проходим испытания, Он сокрушает наше сердце. Он сокрушает, Он делает его мягче, Он делает его проще. Он попускает нас. У кого было такое, прошли через испытания, вы такие, как-то уже и попустило вас немного? И уже лом согнулся внутри. Бог сокрушает наше сердце. Скажите, мне это плохо или нет? А если мы, умный в гору не пойдет, умный обойдет. Мы никогда не сокрушимся. Поэтому мы видим часто многих верующих людей, которые так и ходят, постоянно так и ходят. Знаете, вот они ходят такой, раз за разом. И ты спрашиваешь, почему Бог благословляет других, меня не благословляет? Да потому, что Он тебя сначала сокрушить хочет. Это благословенное сокрушение. Когда Бог сокрушает, это сокрушение, которое ведет к созиданию. Второе, что делает Бог, когда мы проходим сложности, Он приближает нас к себе. Когда у вас начались жизни сложности, трудности, испытания, кто начал больше молиться? Разве Бог нас не приближает к себе? Убейтесь в жизни испытаний, что вы обнаружите? Вы обнаружите самоуверенного в себе человека, который молится тогда, когда он этого хочет. Когда ему что-то нужно. И для него испытанием является отсутствие чего-то. У меня еще нет машины, надо помолиться. Вы понимаете, это ненормально, друзья, это ненормальная штука. Это неправильные ориентиры какие-то у христианина. Бог, друзья, приближает нас к себе. Третье, что делает Бог? Когда мы проходим вместе с Ним через испытания, Он укрепляет нас, Он делает нас сильнее. Кто из вас в детстве когда-то мечтал, что, ну там, мужчины, покрепче быть? Кто знает, какой путь самый простой? Займись спортом. Но, что такое заняться спортом? Я как-то смотрел интервью Арнолида Форснеггера. Говорит, если вы меня спросите, сколько раз я терял сознание в спортзале со штангой в руках, говорит, а я не помню, говорит, уже за 100 или 200 раз. Я помню, когда-то думаю, аж у меня грудные мышцы были большие, я думаю, надо отжиматься. И такой, знаете, по молодости все самоуверенные. Я взял там, положил, не помню точно сколько, но много. Короче, жму, и знаете, вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты не дожмешь, а вниз самоуверенность не позволяет опустить. И вот этот момент, ты держишь, 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 а потом мышцы предательские просто сгибаются. В общем, штанга приземлилась на лоб. Потом с такой гулей ходил неделю. Такая, знаете, а там, ну, видать, сгустки крови. Я щупал, я думал, короче, что я проломал себе косточку, думал, точно до мозга. В 14 лет, знаете, страхи такие, думаю, щупаю, тут что-то такое тверденькое, думаю, ну, все, кости, все, череп сломал. Нет, а я не залезал. Прошла шишка, я пощупал, нормально, так, покрутил, нормально, продолжаем заниматься. Ты не можешь пройти, Бог тебя укрепляет только тогда, когда ты продолжаешь трудиться, правда? И четвертый момент, очень важный, друзья, мы открываем новое вместе с Богом. Кто мне скажет, может быть, кто-то есть там продвинутый, я знаю, кто-то есть здесь продвинутый, много продвинутый. Кто мне скажет, есть ли в японском языке слово кризис? Как оно звучит? Возможности. Вы понимаете, друзья, когда мы хотим, все хотят, скорее бы закончилась война, это правильно, мысль логичная, я согласен с ней абсолютно, но кто из вас понимает, что еще не каждый, кто из вас понимает, что вы еще не открыли что-то новое? Кто понимает, что за период войны вы пока не открыли что-то новое? Кто понял это уже? Вы не открыли. Вы пока по-прежнему пытаетесь от нее сбежать. Вы хотите, чтобы либо вы от нее сбежали, либо она от вас ушла. Но почему бы не попробовать открыть что-то новое? Почему бы не попробовать делать что-то новое? Почему бы не увидеть в этом какую-то новую возможность? Почему бы опять в очередной раз не сказать себе, так, короче, ну все, Бог допустил. Нет, друзья, я заканчивая сегодня просто скажу одну мысль такую. Когда ты говоришь, Господи, я больше не могу, в этот самый момент Бог отвечает тебе, прекрасно. Раз ты не можешь, тогда давай будем проходить эту трудность вместе. И ты увидишь тогда, куда мы придем вместе с тобой. Просто не сдавайся. Друзья, что делать, когда мы говорим, Господи, я больше не могу? Я рекомендую вам, друзья, еще раз прослушайте эту проповедь. Молитвенно. Пускай она станет для вас жизненным ориентиром. И тогда, быть может, вы когда-нибудь сможете понять вашего пастора, что я не сумасшедший. Просто я читаю Библию, там написано, что мне не надо сдаваться. У кого-то в Библии написано, что я с тобой. Я просто это прочитал. Поэтому я хочу идти вместе с ним. Я думаю, у каждого есть над чем поразмышлять после этой проповеди. Аминь. Давайте склоним наши головы и помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Мы величаем Тебя. Превозносим Тебя. Мы благословляем, Господь, сегодня Твое имя. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что сегодня Ты творишь, Господь, то, что не подвластно и не под силу каждому из нас. Господи, сегодня Ты совершаешь, Господь, в нашей жизни. Ты проводишь нас, Господь, путем, которым мы не ходили ни вчера, ни сегодня, ни третьего дня. Господи, я не знаю до конца, как проходить, но я знаю, Господь, что когда я дойду до точки, когда я больше не могу, я хочу пройти ее вместе с Тобой. Я хочу идти до нее вместе с Тобой и пройти ее я хочу вместе с Тобой. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы Ты научил меня урокам, Господь, которые есть в этом стихе, в первом послании Коринфянам. Я прошу Тебя, Господь, чтобы каждого из нас Нас ты научил этим уроком, и ты дал нам мудрости, Господь, этого места из Писания, этого стиха во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя, Господь, Духом твоим святым, что ты проводишь нас каждого этим путем во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ нас скажет. Аминь. Аминь. Вы знаете, друзья, я сразу вам хочу сказать, я вообще очень люблю вызовы. Знаете, мне нравятся вызовы, я никогда не пытаюсь от них сбежать. Вообще, у меня вся жизнь во Христе такие одни сплошные вызовы, одни сплошные вызовы. Вот сейчас мы были, и знаете, военные, мы задаем вопрос, кто меня потянул за язык? Задаем военный вопрос, а что вам еще надо? Нам бы генератор сюда. И знаете, в этот момент у меня такое искушение было. А что еще? А что-нибудь другое вам надо? Менее дорогостоящее. И ты понимаешь о том, что, знаете, вот почему я говорю, что пусть это станет ориентиром. И я говорю себе, стоп, ну мы же можем купить генератор. А мозг мой говорит, а как? Я говорю, я не знаю. Говорю, но привычка уже, знаете, что говорит? Я говорю, мы в следующий раз приедем к вам с генератором. Я еду и думаю, как мне его купить? Я пока еще не понял. Пока еще не знаю. Но я точно знаю, что это возможно. Потому что с Богом все невозможное, если ты не сдаешься. Если ты не говоришь, Боже, я больше не могу. Я хочу нас, как церковь, ободрить сегодня. Дорогие, дорогая церковь, давайте мы не будем с вами опускать руки, сдаваться. Ведь так просто опустить руки, так просто сдаться. Так просто сказать, ну все, все, я больше не могу. Все. Куда? Знаете, я, наверное, может быть, я так думаю, мысль... Наверное, я из того еще времени, когда у тебя что-то сломалось, ты не выбрасывал или не шел покупать новое. А мы это все чинили. Ну, я на балконе, я как бы не по этим делам. Я о другом, что нужно идти дальше. Аминь. Аминь. Дорогая церковь.